Приветствую вас. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что очень многие вещи, которые вы пишете, объясняют тем, что у вас в детстве не было отца. Я хочу сказать, что отсутствие отца в вашей жизни сыграло очень большую роль. Какую? Дело в том, что именно отец, именно отец дает девочке, значит, ну, скажем так, образец того, какой должна быть женщина. Вот. То есть, именно отец говорит, какой должна быть женщина, ну, и, вероятно, показывает девочке, какой она должна быть. Ну, по мнению отца, естественно. Вот. В свою очередь, мама в этом случае показывает, скажем так, опять же, той же девочке, как нужно, значит, себя вести, как можно добиться вот этого, ну, того, что, например, говорит папа. В вашем случае ничего этого не было, в вашем случае произошел первый развод, значит, с мужем, да, вы сказали. Так. А, вы ушли от бывшего, ну, тут непонятно, ушли ли вы от мужа или ушли вы от, значит, парня. Но, я полагаю, что однозначно можно сказать такую вещь, что те отношения не сложились по какой-либо причине, по какой-либо причине они не сложились, те отношения. Вот. Вот. И эти отношения у вас, по сути дела, тоже не сложились. И вопрос, который у меня к вам, да, вопрос, который у меня к вам, это вопрос такой. Из-за чего, по какой причине вы уходите от, значит, своего первого бывшего мужчины, да? То есть, что там было? то же самое, что и со вторым. То есть, сперва, такое, значит, завоевание, то есть, мужчина вас, как бы, завоёвывает, вот. А потом, после того, как он вас завоевал, да, идёт полное обесценивание вас. Опять же, опять же, полное и тотальное обесценивание. Почему? Потому что вы в своём мужчине, ну, вот, в том мужчине, которого видите вы, видите, скорее всего, отца, что, ну, обусловлено потребностью в отце, и потребностью в отце, в общем-то, закономерной, вот. Но не только этим определяется то, что вы нуждаетесь, ну, то, что вы пытаетесь строить отношения с мужчинами вот таким образом, да? Не только этим определяется, но ещё и тем, что вы не знаете, какая вы женщина. То есть, какой вы должны быть женщиной? Какой вам нужен мужчина? Ведь это закладывается именно отцом. И отсюда все ваши, собственно говоря, и проблемы. Ну, и совершенно очевидно, что есть некоторые трудности с самооценкой, есть некоторые трудности с уверенностью в себе, да? Вот, значит, смотрите, сейчас я вам зачитаю, значит, ну, во-первых, не было перелива, да? То есть, после длительных отношений у вас не было перелива. Это очень такой важный момент, почему не было перелива. Перелив, он, в общем-то, быть должен, ну, по крайней мере, для того, чтобы осознать причины, по которым вы, грубо говоря, расстались с мужчиной, вот. Но перелива не было, значит, на это, ну, на то, чтобы не было перелива, были причины. Я предлагаю вам для начала эти причины постараться найти, потому что они важны, эти причины. Это важно для вас, чтобы, ну, чтобы вы знали, почему, ну, стала возможной такая ситуация у вас, вот. И, соответственно, значит, смотрите, это первое, да? Дальше вы позволили себе вступить в отношения с человеком, которому у вас не было чувств, то есть, ну, по сути, отношения были не по любви, да? А, а отношения были, я так понимаю, по расчёту у вас, и это тоже такой важный момент, потому что, ну, отношения по расчёту, соответственно, это всегда выгода, если по расчёту. Вот. И вопрос заключается в том, отдавали ли вы себе самой отсчёт в том, что такое может быть, то есть, ну, что это возможно, что ваш муж будет так себя вести. С вас сами. Вот. Отдавали ли вы себе в этом отсчёт, если да, то что заставило вас продолжать отношения с ним, если нет, то, соответственно, почему нет? То есть, здесь вот, здесь вот так, такой аспект имеет с собой. Дальше, значит, вот вы заполнили пустоту образовавшихся, да? Соответственно, что двигало вами заполнять пустоту? Ведь, может быть, вы и отношения с первым мужем своим тоже таким образом заполняли пустоту, понимаете? Вот. То есть, здесь вот нужно это тоже увидеть. Но, по большому счёту, вопрос стоит такой, стоит так. Как вы воспринимаете мужчин? Как вы воспринимаете людей? Воспринимаете ли вы их не через, значит, призму средства? То есть, чтобы это не было, чтобы они не были для вас средством. Вот. Вопрос стоит так. Дальше идём, идём. Значит, да, ну вот, вы забеременели, вы вышли замуж. То есть, до беременности замуж вы не выходили. Значит, причина, он себя бьёт, один раз потерял сознание, чувствуя свою вину в том, что происходит. Опять же, понимаете, вот то, что вы чувствуете свою вину за то, что происходит, да? Ну, то есть, понятно, что мужчина вас унижает и бьёт именно по той причине, что у вас занижена самооценка. Это понятно. Но, то, что вы испытываете чувство вины, то, что вы испытываете именно чувство вины, говорит о том, что вы в эту ситуацию, которая с вами произошла, попадёте ещё раз. Обязательно попадёте в неё ещё. Почему? Потому что вам нужно чувствовать себя виноватой. Нужно чувствовать себя такой. Нужно чувствовать себя вам так. Что это нужно ощущать, грубо говоря, вам свою вину. И, ради этого, для этого, вы будете, скорее всего, подсознательно стремиться к тому, чтобы ситуация повторилась. Потому что, только чувствуя свою вину, вы понимаете, ну, или ощущаете себя более-менее спокойно. Знаете? То есть, чувство вины для вас, для вас, это, ну, такое, если не частое, то периодическое такое состояние. Которое, по-видимому, вам очень, эээ, нужно. Вот. Вот. Вот вопрос, эээ, вопрос такой. Эээ, зачем, для чего вы примитесь, эээ, в чётлу вины? Вот. То есть, что стимулирует вас? Оказывается, я уверен, что вы не первый раз её чувствуете. Кто винит вас? В чём, в чём винят вас? Переживаю за вестей, сама выросла без отца. Ну, ага, здесь, эээ, опять же, существует такое, знаете, эээ, довольно распространённое, на мой взгляд, эээ, заблуждение, да? Эээ, насчёт детей. Эээ, вот вы говорите, я переживаю за, эээ, ну, за своих детей, да? Я переживаю. Эээ, может быть, вы и переживаете за них, но вы не считаете, например, что, эээ, за детей нужно переживать, хотя бы потому, что они, дети ваши? Эээ, эээ, ну, становятся невольными свидетелями того, как ваш муж, эээ, применяет к вам насилие. Особенно если, особенно если это мальчик, который, который, по сути дела, таким образом научается, эээ, приучается, эээ, эээ, именно так относиться к, эээ, ну, к женщинам, допустим. То есть, я вот не думаю, не думаю, что ээээ, эээ, это то, за что не стоит ещё переживать. И нужно сделать выбор. Да, если вы уйдёте от своего мужа, дети будут переживать, что они без отца, но, во-первых, эээ, мужчина, эээ, сможет с ними общаться, если захочет, а, во-вторых, эээ, детям будет гораздо лучше. Вот. Дальше. Эээ, иногда мне кажется, что у него реально ничего не в порядке, а я вместе с ним сходил с ума. Ну, тогда тем более, тем более, эээ, нужно уходить от него и, соответственно, нужно понять, что вас удерживает с ним рядом. Теперь я хорошо создаю фразу, дети расплачиваются за ошибки родителей. Эээ, здесь очень важно понять, что вы имеете в виду. Или, точнее, кого, потому что не очень понятно. Если вы говорите о своих детях, то они не расплачиваются за, эээ, значит, ошибки родителей. Потому что, ну, пока еще, пока еще, они маленькие дети. Да, у них есть уже, эээ, какие-то, эээ, ну, неприятные, эээ, впечатления, безусловно. Но они еще пока не расплачиваются. А вот, вот вы, вы расплачиваетесь, это да. Вы расплачиваете за ошибки своих родителей. Ну, или, точнее, знаете, даже не за ошибки, а, скорее, за их поведение. Вот так я бы сказал. Дальше, у меня очень жаль, что мне не хватает ни сил, ни мозгов сохранить семью. Эээ, ну, знаете, то, что вам жаль, опять же говорю, это вина. И к чувству вины вы, эээ, всегда будете стремиться. Это раз, два. Так, эээ, скажите, а разве могут быть силы и мозги на то, чтобы сохранить отношения, ну, вот, в данном случае, в данном моменте? Вы действительно считаете, что это можно было, что это можно сделать? Вы действительно считаете, что это нужно делать? вы действительно считаете, что это достойно того, чтобы это сделать, только честно. Вот к чему вы это сказали, вы же, наверное, ну, вы же, наверное, что-то вкладывали в это, ну, что-что говорите, к чему вы это сказали, что мне очень жаль, что я не смогла сохранить семью там и так далее, и так далее, вот. А как вы ее могли бы сохранить? Ну, вот в данном случае хотя бы как, что ваш мужчина вас бьет, унижает там, и так далее, вот. Как? Какие здесь могут быть силы и мозги, если... Ну да, вы, изначально вы выбрали в себе вот такого мужчину, который имел к этому склонность. Разве что только в этом была ваша ошибка. Но выбрали-то вы и потому, что по-другому не умеете, выбирать-то мужчину вы не умеете, потому что вы не знаете, какая вы женщина, а значит, какой мужчина рядом с вами вам нужен, не знаете. И можно ли здесь говорить о том, что у вас не хватило силы мозгов? Не хватает. Нет, нельзя. Вы просто не умеете. Нет ресурсов. И если нет ресурсов, то и требовать нельзя. Нельзя. Понимаешь? Вот. Да, плохо, что не обратились раньше к психологу. Да. Это плохо. Плохо, что раньше вы не работали с психологом. Это да. Если бы работали, было бы, конечно, лучше, было бы легче, проще. Вот. Может быть, отношения бы по-другому выстраивали. Но опять же, это уже случилось. И можно жалеть об этом, а можно двигаться вперёд. И я полагаю, что если вы хотите двигаться вперёд, если вы за этим пришли, то в этом мы вам можем легко помочь двигаться вперёд. Стоит сделать так, чтобы своих ошибок вы больше не повторяли. Никогда. Да. Ну вот. Таких. Которые вы сделали. Это можно научить. Научим и определим ваш сценарий, который у вас есть негативный, да. То есть, почему со первого мужа ушли, со вторым мужем ничего не получилось, да. Вот. Всё это можно будет сделать. Всё это можно будет подкорректировать. Вот. Абсолютно. Главное, ваше желание. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok